на стене вот так как и фреско сделается а фреско которую он использовал на стене как национальный памятник для немецкого народа немецкий живописец и вот здесь который он в то время и нарисовал и вот представляет эти пески эпизоды из жизни святой элизаветы или за это легенда розы потом прощание супругам который уходит после смерти мужа она покидает вас уходит в магу и смертная она была замужной женщиной все-таки она была она была после четыре года потому что и было четыре года вот это она уже рассказывает что однажды и это было уже не первый раз она скрыла продукты и несла в госпитал который находится подножия варбука потом подороге и остановили люди замка среди которых были ее муж он спросил и взяли что он несла под ахирдой под страхом того что скрытие продукты смогли обнаружиться и надеясь на чудо она открылся и вот в тот момент хлеб и венок превратилась в воздух рассказывает после этого значит ее муж убедился богоугодной деятельности его жени а А сейчас наше внимание относится к епоху расцвета Ланнграда в Тулингии. Это было в начале 13 века. В то время здесь управлялся в теплой святой институте Ланнграда Герман I. Он был назван францой личностью. Он получил воспитание, я бы не говорил, во Франции в Париж. Вот когда вернулись домой, у него стоят достаточные средства. И поэты не видели, и для строения, так называют. Значит, вот он очень часто оставались здесь. Оставались, жили здесь, и они сотворяли поэмы и эпические произведения. Вот так, например, как Вольфрэнхон Эшенбах или Вольфрэнхон Эшенбах. Они тоже жили здесь. Вольфрэнхон Эшенбах написал здесь свой парк-тикл. Здесь в замке Абутбах. Вольфрэнхон Эшенбах. А вот здесь все это Тангхольдзе. Да, да. А вот, вот, Тангхольдзе, это легендарный персонаж. Он жил немножко похожее по легенду. В 1950 году, вот примерно, все-таки. Ричард Вольфрэнхон, он связал вот эту легенду Тангхольза, и вторую легенду, которую я расскажу сейчас. И это связано уже с Тангхольдзе. Да, фантазия. Да, фантазия. Вот. Здесь я расскажу самую единственную легенду, которая рассказывает о Вольфрэнхон Эшенбах. Вольфрэнхон, в котором был в Санкт-Петербурге шесть мини-зинкеров и поэтов, среди которых был в Вольфрэнхон, в Вольфрэнхон, собрались на конкурсы на лучшего певца. Но перед началом конкурса договаривались передать проигравшего певца к палачу и подвернуть смертной казни. Как и ожидалось, когда в конкурсах спали и воспевали свои произведения Германа Первого, как милостью, талантливого, как и дай. Вольфрэнхон Эшенбах. То, как тайгурсхон Овстердингель, пососедствовав в Вольфрэнхон, приходит собственного государства, в Австрии, где-то в Австрии. И вот это безгонный доводство Лангерла Герна Первого, всех несуществующих лиц. И он называется в Вольфрэнхон самым плохим певцом. Вольфрэнхон, хоть страхом смерти, он без воправительства изошли ланграфию в Софи, которая допустила повторение конкурса точно через год и через день. Вольфрэнхон был в гостях в Вольфрэнхон Эйкры и протестант Аблифра на повторении конкурса. Он согласился. Вот через год, точно через год, через день. Мы приехали здесь. Он состоялся. В 2007 году. И вот мальская певца, в котором был не только не зимиром, в котором был вообще маслом. Он использовал свою волшебную струк, черную маску. И он смог, значит, мирно развлечить этот спор, мирно развлечать этот спор. Сказав, что самое главное, это самотаезие. Значит, это не те личности, о которых в этих произведениях речь идут. Только в принципе. Вот, в любви культуре не согласны. И не будет проиграть, что не выиграть, что вот так и не будет. Никого. 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 Да. А вот эту легенду и использовал Ричард Вагнер для своей романтической опыте «Тан Гейзер». Тан Гейзер будет уже с министром. И если все превосходило, то где это будет? Может, судя по картину. Да. Это точная копия этой копии. Тан Гейзер. А вот Морис Вон Шребен. Он нарисовал и представительные личности. Ну, вот этот консестер Гейзер. Там Александр из Гейзер, так сказать. Ричард Вагнер. Слух мой. Да. А вот там двигается, наверное, это Шина и Гертель. А вот здесь, где-то Франц-лист, который, кто бы не работал, был Вагнер. А вот эти маленькие люди. Люди. А вот эти маленькие люди. Говорят, что было очень-очень страшно. Очень-очень страшно. Очень-очень хорошо. Очень-очень хорошо. Спасибо.